Я вот не совсем понимаю, город Магнитогорск, город металлургов, а металлургия это сопутствующее производство и автомобилестроению, да и многому чему. В свое время мы делали замечательные материалы, а теперь пенопласт даже приходится привозить. Ну да ладно, тогда была конверсия. Кстати, Мауритовские краны, когда-то было и такое производство металлургического комбината, они стоят до сих пор. Что меня радует и почему я с гордостью говорю, что фирма-подъемник это не просто фирма, которая занимается сервисом, она еще и производит. Вот, к примеру, не так давно у меня на Мерседесе на 140-ом накрылся шланг высокого давления на гидроусилитик. Куда я обратился? Я обратился сюда, потому что если бы я заказал, во-первых, ждать мне пришлось бы достаточно долго, а здесь просто перепрессовали. Как вам такой вариант? Как правило, получив такой приговор, человеку становится плохо. Еще бы! Лопнул шланг высокого давления. Особенно плохо должно бы стать владельцу погрузчика либо самосвала импортного производства. В уме сразу цифры с тремя нулями. И не только потому, что запчасть стоит денег. Главное для производственника, ведь сроки простой не учитывают, ведь кредитные организации и лизинговые структуры. Им башляйте только! Вот у меня, к примеру, машина на яме простояла всего день, за который в подъемнике мне и изготовили новый шланг. Мы, значит, помимо ремонтов, изготавливаем рукава высокого давления, сокращенно РВД, любых модификаций. Мы изготавливаем стропа, траверзы, тоже согласно ГОСТу любых модификаций. Так что без вопросов мы это все делаем. Делаем у любой сложности сварочные работы, то есть восстанавливаем металлоконструкции опасных производственных объектов от кранов и до зданий, сооружений. Это производство мне приятно показывать раз за разом. Дело в том, что последние пять лет мы с комбинатом как-то обходимся друг без друга. Но люблю я видеть, как делаются вещи. Эту тягу у инженера-то и не отнять. Еще больше люблю я магнитогорские производства. По одной простой причине. Это рабочие места, любимые для меня категорией зрителей. Работяк. Здесь же делается крепеж для кранов. Здесь работают станки. Здесь производится ремонт и восстановление всего, что связано с металлом. Но не всего вообще. А вот крановое оборудование, это да. Тем более, когда восстанавливается и делается новая деталь взамен утерянной. Маленькая такая, всего несколько тонн весом. И у меня такая была практика. То есть вот эта тема мне понятна. Изготовление крепежа для кранов. Дело в том, что в 93-м году я проходил практику на калибровке в крановой бригаде. То есть я краны ремонтировал. То есть знаю, что такое производство. И на калибровочном заводе был такой еще цех, рядышком располагался. Не помню, и не знаю, работает ли он сейчас. Место, где делался крепеж. Возможно, его уже нет. Если есть, ну дай бог. Хотя, с другой стороны, если есть фирма подъемник, зачем вам нужен еще кто-то, кто изготавливает крепеж для кранов? Здесь все, сегодня и сейчас. Любые конфигурации. И эта информация полезна, конечно, не только для магнитогорцев, которые уже присыщены своей моечной металлургической составляющей. Но вот, допустим, тот, кто нас смотрит, наверняка у кого-то есть такая выгодная штука, как кран, которая позволяет вам зарабатывать деньги очень легко. Час работы, несколько тысяч, по-моему. Но вот если у вас что-то оборвется, будете отвечать. А для того, чтобы не париться и купить новый, это вот сюда. Электросети 31.